Край пряников и самоваров за спортивными достижениями. Представители старшего поколения Ненецкого округа отправились на третью спортакеаду пенсионеров. Она пройдет в Туле с 29 сентября по 1 октября. Ежегодно спортивное мероприятие собирает десятки тысяч мужчин и женщин пенсионного возраста, которые ведут активный образ жизни, регулярно занимаются спортом и физическими упражнениями. В этом его основной посыл. На старт соревнований в составе 65 региональных команд выйдут свыше 550 спортсменов-любителей старшего возраста. Мужчины от 60 лет и женщины от 55. Для сборной НАУ спортакеада пенсионеров станет третьей. Наши спортсмены уже побывали и в Чебоксарах, и в Саратове. Из города на Волге окружная команда привезла отличный результат, став командных видов соревнований 24-ми из 59 регионов. В этом году у нашей команды есть все шансы подняться в турнирной таблице. В этом году в положении написано, что мастеров спорта не будет. Как в прошлом году приехали чемпионы мира, гроссмейстеры международного класса по шахматам, по стрельбе мастера спорта, с которыми очень тяжело соперничать нам. Поэтому, надеюсь, в этом году мы поборемся. В этом году в команде Ненинского округа обновление. В легкоатлетических соревнованиях примет участие наш прославленный лыжник Николай Константинович Рочев. Предупредили меня только за неделю до вылета. Так что, ну, подготовка у меня. Я лыжами занимаюсь, немножко готовлюсь, так сказать. Форму поддерживаю. Ну, а что там будет, постараюсь, конечно, приложить себе силы ради команды. Еще один новичок сборной Ненинского округа – не менее известная лыжница Надежда Деткова. Вместе со спортсменами из других регионов Надежда Васильевна побежит кросс. Подготовка у спортсменки чемпионская. Вообще, лыжники тренируются постоянно, знаете, круглогодично. Зимой на лыжах, летом мы кроссы бегаем, имитацию на лыжероллерах. Поэтому лыжные конки, они вообще требуют постоянной подготовки спортивной. Участники спартакиады будут соревноваться в шести дисциплинах, как в личном, так и в командном зачете. Кроме легкой атлетики, наших пенсионеров ждет плавание, пулевая стрельба, дартс, настольный теннис и комбинированная эстафета. Вне зачета пенсионеры сыграют в волейбол со сборной ветеранов спорта Тульской области и поучаствуют в показательной сдаче норм ГТО для старшей возрастной группы.